Прошу проголосовать за открытие 30-й нещутной сессии. Кто за? В январе этого года пятилетний срок Андрея Береснева, выбранного главой в 2019 году, закончился. В 20-х числах был объявлен конкурс по отбору нового главы и выбранной члены комиссии. Документы подали три претендента, среди которых и нынешний глава. К нам в городской совет за время предоставили три кандидата. Это первый кандидат был Ковалев Константин Сергеевич, второй кандидат Береснев Андрей Михайлович и третий кандидат Якубовский Олег Владимирович. На комиссию было представлено три пакета документов. Комиссии пакета документов проверены, допущены все три кандидата. После комиссии было оставлено лишь два кандидата, набравших большее количество баллов. Это Андрей Береснев и Константин Ковалев, которые сегодня представили свои программы социально-экономического развития города Каннским депутатам. Первым выступил нынешний глава, набравший 85 баллов на отборочной комиссии. Моя программа рассчитана на пределительный срок в качестве главы города, по мировой считательной деятельности, с конструктивной сотрудничеством Крымского, Красноярского края, краевыми министерствами, депутатами Каннского городского совета, общественной палаты. Я всегда рекомендую зону открытых для жителей. Цель моей деятельности – создавать условия для достойной жизни горожан, чтобы наоборот был безопасным, ухоженным. Основной упор в программе Андрея Береснева стоял на благоустройство, повышение качества и доступности образования, реконструкция и ремонт школ, обустройство нового кладбища, работа с объектами культурного наследия, уличное освещение города и другое. Представлял свою программу кандидат около 19 минут. После выступления все желающие могли задать свои вопросы, касающиеся программы. В следующем к трибуне вышел Константин Ковалев. Я не буду сейчас говорить общие фразы и говорить, что сделано в нашем городе, потому что это не совсем моя заслуга до этого, что было сделано в городе. Я в городе даже должностью получали топорное строительство всего год из того, что сделано. Это сделано небольшое количество того, что до этого было сказано Андрея Михайловича. Поэтому я бы хотел остановиться сразу на проблемах, которые есть в городе и предложить некоторые решения. Проблемы, которые, по мнению Константина Ковалева, нужно решать уже сейчас – это отсутствие крупных предприятий, недостаточное количество строящихся домов, низкие темпы обеспечения жилья детей-сирот, недостаточное участие предпринимателей города к его развитию и благоустройству, проблемы с площадками для сбора ТКО и другое. Его выступление длилось более 20 минут. Вопросов от присутствующих было также задано множество. Затем депутаты приступили к голосованию. Коллеги, большинством решения голосов победил кандидат под номером 1 Береснев Андрей Михайлович. И по нашему решению он назначается на должность главы муниципального образования города Канск. 19 депутатов проголосовали за кандидатуру Андрея Береснева. Таким образом, он становится главой Каннска еще на 5 лет. Инаугурация состоится 9 февраля в пятницу. О времени и месте станет известно чуть позже.